Живые насадки и приманки на соревнованиях под запретом. Только блесна или воблер. У кандидатов мастера спорта по спортивной рыбной ловле Алексея Лыхина из Москвы на этот счет разработана целая тактика. Яркие цвета на старте, потому что рыба активна. Дальше уже смотришь, уходишь в более темные. После темных цветов, блесен, железочки, уходишь в воблеры. Международный турнир по спортивной ловле форели на спиннинг прошел на территории парка отеля Ярки. В пруд специально запустили 300 килограммов рыбы, примерно 1000 штук. Этот водоем специально был разработан и построен для проведения спортивных соревнований по ловле прудовой форели. И сегодня я могу с уверенностью вам сказать, что это один из лучших водоемов на постсоветском пространстве. Сегодня на нем, вы видите, ведутся работы, которые позволят нам в завтрашнем дне заявить себя как лучшей площадкой не только среди стран СНГ, но и в целом. Чтобы порыбачить здесь и насладиться белорусской природой Александр Николаев преодолел более тысячи километров. Признается, готов проделать такой путь еще не раз. Водоем, на котором мы сегодня играем, он по российским меркам это что-то неординарное. Здесь чистая прозрачная вода, здесь мелкая активная рыба. Это именно то, чего у нас нет. Турнир собрал 63 участника из Беларуси и России. Среди них 4 девушки. Юлия Децевич из Минска поначалу увлекалась рыбалкой в теории. Вела программу «Получилища» на телеканале «Беларусь-1». Но потом решила поменять микрофон на удочку. Сюда ездят, конечно, за эмоциями. Сегодня у меня в первом туре было 6 сходов, 6 рыб сорвалось. И мы с моим коллегой, напарником, соперником. 4 на 4 сыграли в ничью. И на последней минуте взорвалась рыбка. И было так обидно. В общем, руки тряслись еще минут 20. Поэтому сюда ездят именно за этим. Турнир проходит в 10 отборочных этапов. За это время участники обходят практически весь водоем. Такие меры приняты, чтобы на улов не повлияла случайность. Ведь клюет не в каждом месте одинаково. Да и погода сейчас для форели слишком жаркая. Обычно турниры по ловле прудовой форели спиннингом не проводятся летом. Но в качестве исключения, так как все в межсезонье скучают по соревнованиям, сегодня проходит турнир в достаточно жаркую погоду. Это не очень хорошо для рыбы. Но так как все соскучились по спорту, то решил оргкомитет БСБ Траут провести очередной турнир. Опять же обкатываются новые правила, новый регламент турнира. По условиям состязания ни один рыбак из пойманной форели не сделает уху. После улова судья оценивает рыбу и затем ее выпускают обратно в воду. Так что на этом соревновании ни одна форель не пострадала. А три победителя получили путевки на большой рейтинговый турнир, который пройдет в России.